Доброго времени суток, звездные путешественники! Сдается мне, что вы смотрите это видео не случайно. Вами движет желание познакомиться с проектом Star Citizen поближе. Ну что же, в необъятной череде пустоты видео вселенной ютуба вам удалось отыскать именно то видео, которое вам расскажет о проекте во всех его деталях. С вами Сайберион и портал Гоха.ру. Мы начинаем! Они сказали, что я был мертв. Они сказали, что консоли – это наше будущее. А я говорю вам, слуги о моей смерти сильно преувеличены. Я – игра для персонального компьютера. И я – космический симулятор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если для вас, как геймера, не значит абсолютно ничего, то, должно быть, вы последние три года несли службу где-то в водах Северного Ледовитого океана. Ведь даже некоторые люди, не связанные с игровой индустрией, знают, что Star Citizen – это самый крупный краудфандинговый проект в истории. Не просто среди компьютерных игр, а именно среди всего, что только можно. По состоянию на начало 2016 года, объем финансирования составил уже более 105 миллионов долларов. Зародившийся в голове человека по имени Крис Робертс, Star Citizen – это воплощение самых смелых идей, которые когда-либо посещали умы гейм-девелоперов и самих геймеров. Уникальность проекта заключается в том, что он нацелен на совмещение механики тактического шутера от первого лица, космического симулятора, торгового симулятора и ряда других более специфических игровых механик в мультиплеерной оболочке процедурно сгенерированного мира с локальными заведомо созданными игровыми дизайнерами областями. Причем проект предоставит не только мультиплеерную часть, но и высококачественную одиночную компанию уровня игр ААА. Проект действительно масштабен и гордо несет знамя игры следующего поколения. В рамках одного общего видео рассказать о всех нюансах просто невозможно. Для этого требуются специализированные выпуски. Ознакомиться с таковыми и посмотреть их вы можете на моем канале. Star Citizen на русском. Первая и до сих пор прошла уже почти три года с момента выхода пилотного эпизода. Единственная серия подкастов в России, посвященная нюансам разработки игры и ее механики. Ссылку на мой канал вы найдете в описании к этому видео. Эта серия подкастов наглядно показывает, как развивался проект и менялся со временем по мере роста его финансирования. Ведь в начале не все было так однозначно. Давайте разберемся по порядку. Принято считать, что разработка игры началась в 2011 году, когда Крисом Робертсом была собрана техническая демка на третьей генерации движка CryEngine. Сделано это было для того, чтобы прощупать почву для старта проекта и оценить возможности финансирования. Но де-факто уже во время официального анонса 10 октября 2012 года техническая демка была не более чем слабым отголоском гениальных идей. Подготовленное видео анонс игры, с которого началась, как мы уже знаем, самая крупная в истории краудфандинговая компания, использовала модифицированную версию движка, позже проапгрейзанную до четвертой версии и в конечном счете сегодня имеющую уже мало общего с самим CryEngine. Среди разработчиков Star Citizen этот движок называют Star Engine. Его главной, но не единственной особенностью считается то, что это первый в мире действительно 64-битный игровой движок. То есть движок, который способен использовать координаты двойной точности. Просто для сравнения, это в более чем 500 миллионов раз большие расстояния, которые способны создавать 32-битные движки. Например, можно легко создать звездную систему в реальном масштабе нашей Солнечной системы. Повторюсь, в реальном масштабе. Через 8 дней после анонса началась краудфандинговая компания, целью которой было собрать 500 тысяч долларов, чтобы проект получил жизнь. На выходе через месяц Крис Робертс и его команда, которая насчитывала лишь несколько человек, собрали более 6 миллионов 200 тысяч долларов, что явилось рекордом среди компьютерных игр. Основных факторов успеха краудфандинговой компании было два. Игра создавалась исключительно для персонального компьютера, что привлекло внимание многих геймеров, так как это обещало наличие передовых графических технологий. И то, что за разработкой игры стоял никто иной, как Крис Робертс. Если не создатель жанра космических симуляторов, то как минимум его крестный отец. Ведь благодаря ему этот жанр был развит и сформирован именно в то, что мы привыкли видеть. Его знаменитая серия Wing Commander – боевая космическая опера, которая всегда присутствует в списках 100 лучших игр всех времен. Приватир, созданный чуткой продюсерской рукой Криса, заложивший фундамент игр серии X. И, конечно, фрилансер – игра, опередившая время и подарившая геймерам один из самых уникальных мультиплеерных миров. Возвращение на большую сцену игровой индустрии, такого мастодонта, как Крис Робертс, и целевая направленность проекта на ПК-геймеров не прошли незамеченными. К февралю 2013 года команда разработчиков выросла до 20 человек, а к июню – до 32. Были открыты офисы в Остине и Санта-Монике, США. Финансирование проекта, которое продолжилось на официальном сайте посредством ранней продажи игры в составе различных пакетов с набором определенных космических кораблей, позволило к середине 2013 года собрать 15 миллионов долларов, что сделало проект самым крупным из когда-либо профинансированных посредством краудфандинга. В августе 2013 года на суд публики был представлен модуль ангара, то есть ранний билд, который впервые позволил людям, уже профинансировавшим проект, по-английски, бейкерам, испробовать крохотную частичку виртуального мира Star Citizen. Модуль ангара представлял из себя космический ангар, в котором стояли звездолеты, входившие в набор пакетов, которые люди приобретали по сути предзаказовая игру. Графически все смотрелось потрясающе, а детальность проработки игровых объектов поражала. Модуль был встречен крайне положительно, что спровоцировал дополнительный бум финансирования. В октябре 2013 года была открыта студия Foundry 42, которую возглавил брат Криса Робертса, Эрин Робертс, и эта студия стала всецело ответственной за разработку одиночной кампании проекта, которую именуют Eskadrilla 42, Squadron 42. К концу 2013-го, спустя год после официального анонса, Star Citizen разросся от 34 тысяч первоначальных бейкеров до 250 тысяч. Команда разработчиков насчитывала три студии общим количеством 52 сотрудника. Объем финансирования составил более 35 миллионов долларов. Благодаря большому объему финансовой поддержки, разработчики постепенно стали добавлять новые, более комплексные игровые механики в проект, что в свою очередь начало затягивать сроки разработки, так как реализация поставленных задач требовала большего времени. Увеличение объема работ неизбежно привело к увеличению количества сотрудников. В феврале 2014 года в составе различных студий под общим крылом головной кампании, возглавляемой Крисом, Cloud Imperium Games, их число возросло до 93 человек. 4 марта 2014 года Star Citizen был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как крупнейший краудфандинговый проект. В июне 2014 года в свет вышел модуль космических боев, именуемый Arena Commander. В отличие от предыдущего модуля, здесь игрокам была дана возможность летать на приобретенных ими звездолетах в различных боевых режимах, сражаясь против друг друга или против искусственного интеллекта в лице инопланетных захватчиков вандулов. Несмотря на то, что этот модуль являлся ничем иным, как при альфой версии, шквал положительных отзывов наводнил новостные сводки. Модуль показал, что Cloud Imperium Games действительно способен воплотить в реальность то, что было обещано на протяжении всей краудфандинговой кампании, а именно создать, как говорил Крис, самый лучший космический симулятор всех времен. Потрясающая графика, уникальная физическая модель и беспрецедентное внимание к деталям во всех игровых объектах подняло количество зарегистрированных бейкеров до 414 тысяч, а команда разработчиков была увеличена до 139 человек. К концу 2014-го общий объем финансирования возрос до 68,5 миллионов долларов. Публике были продемонстрированы различные игровые механики, в частности, тактический шутер от первого лица, который должен был выйти отдельным модулем, как ранее вышел модуль ангара или модуль космических боев. Но в 2015 году из-за высочайшей комплексности разработки проекта было решено пересмотреть принцип выпуска игрового контента. В феврале 2015 года в Германии была открыта четвертая студия, именуемая Foundry 42 Германия. Количество людей, вовлеченных в проект, увеличилось до 205 человек. В апреле 2015 года Крис Робертс начал съемки с актерами для одиночной компании «Скадрильи 42». Съемки заняли три месяца, а актерский состав состоял сплошь из голливудских звезд. Марк Хэммл, Джиллиан Андерсон, Джон Рис Дэвис, Марк Стронг, Гэри Олдман. Были использованы передовые технологии оцифровки лиц. В июле 2015 года объем собранных средств достиг отметки 85 миллионов долларов. А в августе вышел планетарный модуль, который позволял бейкерам походить по игровой зоне Area 18 на планете Stanton 3. Это был последний модуль, который был выпущен согласно релизному плану, принятому уже в далеком 2012 году. В интернете стали массово появляться слухи о том, что проект – не что иное, как финансовая пирамида, которая пожирает деньги игроков, предоставляя недоделки в виде функционально ограниченных модулей, продавая пакеты со звездолетами, которые еще находятся на стадии концепта. Другими словами, люди покупают кота в мешке. Этот резонанс возник в основном из-за того, что обещанный модуль-шутер от первого лица так и не увидел свет с начала 2015 года. Масло подливали в огонь и слухи о том, что бывшие сотрудники Криса Робертса, которые покинули проект в связи с творческими разногласиями, крайне негативно отзывались о его работе. В частности, часто упоминались такие качества, как перфекционизм и ограничение творческой свободы. Мол, Крис Робертс требует делать исключительно все, согласно его видению, которое постоянно меняется, так как он требует бесконечных улучшений и переделок уже ранее созданных игровых объектов, дабы повысить их качество и детализацию. Все это бесконечно оттягивает и затягивает разработку проекта. Был ли это черный пиар, правда или заказ крупных издателей, которые просто лишились целого забытого имиджа рынка жанра космического симулятора? Непонятно. Несмотря на все это, в октябре 2015 года сумма собранных средств перевалила за 90 миллионов долларов, а в декабре свет увидела первое, настоящее альфа проекта. Это был один большой модуль, который все стали именовать Star Citizen Universe под номером Альфа 2.0. Эта альфа стала тем самым релизом, который положил конец всему негативу, что стал окружать проект с лета 2015 года. Релиз предоставил игрокам возможность играть сообща внутри одной звездной системы, взлетать со станции, выполнять миссии, перемещаться к другим планетам внутри звездной системы, выходить из своего корабля в открытый космос, высаживаться на заброшенных станциях, участвовать в перестрелках от первой лица, управлять многоместными кораблями, где есть пилот, оператор, навигатор, стрелок. Релизная схема изменилась. Было решено объединить все модули в один, создать одну большую звездную систему. Ей стала система Stanton, где можно тестировать весь потенциальный геймплей Star Citizen. Боевые миссии на звездолетах, механика полетов на звездолетах с несколькими членами экипажа, выход в открытый космос в скафандрах, посадка на станциях, а в дальнейшем инопланетах, система торговли, взаимодействия с магазинами и прочее. На начало 2016 года проект собрал более 105 миллионов долларов. Команда Криса Робертса насчитывает 260 человек в четырех собственных студиях и порядка 100 человек в смежных компаниях, которые работают на принципах аутсорсинга. Проект насчитывает почти миллион 200 тысяч зарегистрированных пользователей, более 70 звездолетов, доступных для полетов, часть уже реализованных и доступных в Альфе 2.0, часть концептов в стадии производства. Еженедельно на официальном канале разработчиков выходят несколько видеовыпусков, посвященных разработке игры, где показывается процесс разработки и текущий статус проекта. Почти каждую неделю, за редким исключением, Крис Робертс лично отвечает на 10 вопросов от сообщества в виде видеообращений. Именно команда Криса привила сегодняшнюю тенденцию вести видеоблоги разработчиков, где они общаются с фанатским сообществом. Сегодня это стало уже нормой, но не стоит забывать, кто именно это сделал нормой. Так что же такое Star Citizen? Это не что иное, как ММО игра следующего поколения. Без уровней способности, ММО в жанре космического симулятора, где вы являетесь пилотом боевого звездолета, где боевая система построена на вашем умении управлять своим космическим кораблем во вселенной, поддерживаемой разработчиками с тысячами и тысячами игроков. Вы можете модифицировать свой корабль различными модулями, меняя его тактико-технические характеристики, быть флебустьером или служителем закона, прожженным торгашом или просто фрилансером. И в то же время это не ММО. У вас будет возможность играть в одиночную кампанию, аналогичную классическому Wing Commander. Эпическая космическая опера в лучших традициях боевой фантастики, где вы участник событий, а вас окружает плеяда одних из лучших голливудских звезд. И все это завернуто в сумасшедшую оболочку графических изысков и инновационных геймплейных механик, таких как, например, безогрузочные посадки на процедурно генерируемые планеты с атмосферой, учитывающие реальное положение космических объектов и светил. На момент выхода игры вселенная Star Citizen будет насчитывать 125 звездных систем, созданных с учетом координат двойной точности. То есть масштаб игрового поля действия колоссален, уйдут месяцы, чтобы игровое сообщество смогло более или менее исследовать предоставленное им пространство. А отдельно взятый игрок, возможно, и за несколько лет не сможет побывать во всех уголках игровой вселенной. Но не думайте, что игра ограничивается исключительно полетами в космосе. Нет. Хотя вы и будете проводить большую часть своего игрового времени бороздя просторы бескрайнего космоса и взирая на него из кабины своего прекрасного звездолета, в игре все же будет присутствовать механика игры от первого лица, как уже говорилось не раз. То есть у вас будет свой персонаж, которого вы создадите при первом входе в игру и вы будете управлять этим персонажем. Вы будете ходить по космическим станциям, заходить в бары, видеть персонажей других людей и общаться с другими игроками. Вы сможете выйти из кабины пилота и пройтись по своему кораблю или покинуть свой корабль и выйти в открытый космос в кафандре. У вас будет возможность приглашать других игроков полетать на вашем корабле. Но самое интересное, у вас будет возможность идти на абордаж кораблей и захватывать их, участвуя в перестрелках, словно в шутере. На 2016 год запланирован выход первого эпизода одиночной кампании «Скадрилья 42», который должен насчитывать порядка 20 часов геймплея. Вся же кампания рассчитана на 50 часов, причем проходить миссии можно и в кооперативном режиме, когда ваш друг сможет подключиться к вашей миссии и занять место одного из ваших компьютерных напарников, вместе всегда веселее. К концу 2016 года намечен релиз всего проекта. Но лично я полагаю, что в лучшем случае нас будет ждать хороший и качественный бета-тест. А готовый продукт мы увидим ближе к лету 2017 года. Уж очень много есть белых пятен в проекте, которые за год до релиза очень трудно довести. Но это мой личный прогноз, я могу и ошибаться. С вами был Сайберин, друзья. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, если хотите знать исчерпывающие нюансы касательно Star Citizen. Читайте Гоха.ру и играйте только в хорошие игры. Всем пока.